Замечательная погода на улице дает понять, что лучше заняться любимым делом дома. А увлечений у меня много. Сегодня покажу вам одно из них. Это мое рабочее место. Здесь я учусь, монтирую видео, занимаюсь своим любимым увлечением. Это мой уголок для поднятия настроения. Я люблю свечи, благовония. Это мой любимый минерал аметист. У меня есть инструменты, материалы, только малая часть. А занимаюсь я изготовлением бижутерии из полудрагоценных поделочных камней. Образцы этих минералов я вам сейчас покажу. Например, это аметист разных форм. Кубик, шар. Это цитрин. Это тот же самый аметист, он облагорожен. Этот минерал амазонит. Это так называемый лавандовый аметист. А рядом с ним тонированный холцедон. Этот прекрасный кристалл. Розовый кварц. Это тоже кварц дымчатый. В простонародье раухтапаз. Это белый коралл. Природный перламутр. И вы спросите, что же из этого всего получается? А получается вот что. Ну, например, вот такой комплект из раухтапаза. Дымчатый кварц, если вы помните. Это браслет из аметиста, розового кварца, холцедона. Это горный хрусталь. Комплект браслет, ожерелье и длинные серьги. Это амазонит. Очень трудно уловить его цвет днем. Дальше комплект из змеевика. Дутое стекло. Ручная работа. Еще один комплект. Браслет из змеевика. Жемчуг. Черный агат. К нему серьги. Это гематин. Эти украшения выполнены из жемчуга Сваровски. Да, ушло на них достаточно времени. Все это сплетено. Иногда уходит очень много времени на изготовление. Ни один вечер. Это гранатовый мех. Сплетено из множества гранатовых галтовок и бисера. Что еще интересного? Вот это природный материал ракушка. Редакна. Видите, цвет как капутино. Замиксована вместе с жемчугом Сваровски. С кистью. Сатуар. Колье из заметиста с серьгами. Это природный жемчуг. Монеткой. Вот такой дизайн. Фурнитура металлоплатиновой группы. То есть покрытие золотом 14-18 карат. Также у меня есть даже мужские изделия. Браслеты. Это лава. Это гальваническое покрытие лавы. Это белый коралл. Также я изготавливаю маркеры для вязания. Они служат для разделения петель на спицы. Контроля рядов. Очень удобно. Ну вот я вас познакомила своим увлечением. Показала мое рабочее место. Небольшую коллекцию, которая у меня сейчас осталась на данный момент в наличии. И хотела еще добавить. Видеомонтаж это крутая штука. Я поняла, что можно управлять иллюзией происходящего. И заставлять зрителя верить в то, что происходит в данный момент. Некое событие. Например, последнее видео, когда я якобы ездила за молоком. Я надеюсь, вы не поверили в это. Что я действительно поехала за молоком на квадроцикле. Это была некая шутка. Спасибо вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok